На телеканале ЛАБА программа Время новостей. В студии Татьяна Чистова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Пустышь станет местом детского досуга. В субботу на территории первого микрорайона откроется игровая площадка. Саша Зайцев после удачно проведенной операции вернулся домой. Деньги на поездку в Москву помогли собрать неравнодушные земляки. Люди в белых халатах отметили свой профессиональный праздник. Медицинских сотрудников торжественно поздравили в ГДК. 15 июня медицинские работники отметили профессиональный праздник. Лабинских сотрудников системы здравоохранения на этой неделе в торжественной обстановке поздравили первые лица города и района. Подробности в сюжете Наталья Литвиненко. Врачи, медсестры, акушеры, стоматологи, фармацевты и все те, кто причастен к системе здравоохранения отметили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие для лабинских медиков состоялось в городском доме культуры. Медработников поздравили исполняющие обязанности главы района, мэр города, депутаты ЗСК, районного и городского совета. Первым, со словами поздравлений, на сцену поднялся главный врач Центральной районной больницы Ренат Жарков. В своем выступлении он отметил, профессия врача заслуженно считается одной из самых важных и почетных из всех существующих. Главный результат работы системы здравоохранения Лабинского района – улучшение качества и доступности медицинской помощи. Сегодня качество медицинской помощи повышается. Уже стало обыденно, что нам приземляется вертолет, что мы ездим на реанимобилях импортного производства, что у нас есть расходные материалы любого качества. То есть мы выжили в то трудное время и сегодня задача нашего здравоохранения – повышать доступность, качество и относиться к людям с той долей уважения, которая в вас всегда присутствовала. И за это вам искреннее спасибо. Ваш труд, ваши сердца, ваши глаза, руки – вот это то, что вы отдаете людям. Мне бы хотелось пожелать, чтобы вся доброта сторится и возвращалась вам, в ваши семьи. На территории района успешно реализуется одно из самых масштабных профилактических мероприятий – диспансеризация населения. Также получили развитие выездные формы работы. Для оказания качественной консультативной и диагностической медицинской помощи в медучреждения приобретают спецоборудование, технику. Слава благодарности виновникам торжества выразил исполняющий обязанности главы района Александр Гемченко. Лобинское здравоохранение укрепляет свои позиции, а все это благодаря тому, что меняется политика государства в системе здравоохранения, улучшается финансирование, работает целый ряд федеральных и краевых программ, в которых наше муниципальное образование активно участвует. Благодаря этому, возможно, та модернизация, которая проведена, новое медицинское оборудование, которое работает на благо человека. Применяются абсолютно новые современные методы и методики диагностирования и лечения. И вот наше население, конечно, надеется, что все это должно в конечном итоге привести к улучшению здоровья наших жителей, наших граждан. Александр Гемченко передал в адрес медицинских работников поздравления и словопризнательности главы района Александра Сачикова, а также вручил ряду лучших специалистов здравоохранения краевые награды. Почетная грамота Министерства здравоохранения Краснодарского края за добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградили четверых лобинских медиков, и 25 человек получили благодарности краевого уровня. Действительно, медицина для Краснодарского края, так же, как и для всей Российской Федерации, является приоритетом в экономическом, политическом развитии нашей страны и нашей Кубани. И не случайно ежегодно мы из краевого бюджета направляем свыше 30 миллиардов рублей только на здравоохранение. Благодаря национальным проектам и национальному проекту здоровья мы смогли создать первичный центр, сосудистый центр, травмоцентр второго уровня. Это, конечно же, позволило создать соответствующую материальную базу и качество ваших услуг, если можно так назвать, оказание медицинской помощи. Выполняется дорожная карта по выполнению майских указов президента по повышению заработной платы. Неуклонно идет повышение заработной платы. И, конечно же, мы найдем в краевом бюджете средства, которые позволят эти указы выполнить, указы президента. В этот торжественный день более 40 работников лобинских учреждений здравоохранения наградили почетными грамотами главы района и благодарности за добросовестный труд по оказанию медицинской помощи населению города и района. Награды получили медработники и от главы администрации лобинского городского поселения. Алексей Матыченко поднялся на сцену, чтобы выразить всем слова благодарности и отметить лучших. Я хочу сегодня вас поздравить с вашим праздником ветеранов и работников и будущих медиков, студентов нашего колледжа и их преподавателей. Я хочу вам сказать сегодня, будьте здоровы, будьте счастливы. На торжественном мероприятии присутствовали все, кто отдал профессии десятки лет и сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Ветеранов поздравили и поблагодарили за многолетний труд. Настоящим подарком в этот день для медиков стал праздничный концерт с участием творческих коллективов района. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Саше Зайцеву, 19-летнему жителю Лобинска, 2 июня сделали операцию по удалению опухоли головного мозга. Спасти ему жизнь помогли отзывчивые жители, ведь на поездку в Москву требовались деньги, которых в семье не было. В понедельник Саша вернулся в Лобинск. С юношей и его семьей встретилась наша съемочная группа. Саша Зайцев снова дома. Позади многочасовая операция в одной из московских больниц. Ребилитация и долгая дорога в Лобинск. Но главное, юноша избавился от страшного диагноза. Ему удалили опухоль головного мозга. Удалили полностью опухоль мозга. Червеможечка. Полностью удалили. Хотя в Краснодаре у нас не брались, отказали. Сказали, если бы мы взялись, мы бы половину удалили. А здесь спасибо докторам. В общем, со Склифосовского доктор оперировал, с нейрохирургии ассистировал врач, заведующий больницы из Бурденко. Тоже профессор ассистировал. В общем, операция шла больше четырех часов. Отец Саши благодарен докторам, без участия которых жизнь его сына могла оборваться. Не меньшую благодарность Николай выражает и тем, кто откликнулся на беду и помог собрать семье необходимую сумму на поездку в Москву и лечение. 85 тысяч рублей – вклад земляков. Остальные деньги собрала семья. Хочу тоже так же выразить большую благодарность от себя. Спасибо большое всем, кто откликнулся на нашу просьбу. Помогли. Деньгами. Так помогли в сборе. В общем, всех, кто помог нам. Огромное спасибо. Также хочу Жаркову поблагодарить за то, что он никогда нас не откидывал. Никогда не откидывал. Всегда нам давал. Надо скорую помощь, пожалуйста, на Краснодар. Хотя она и не идет, он всегда нам давал. Саше предстоит период реабилитации. Задем следующий этап. Три операции по восстановлению зрения. Сейчас юноша может лишь ощущать свет, и то одним глазом. Саша очень рад, что идет на поправку. Я был в городе Москве. Мне делали операцию. Ну а чувствуешь себя как? Нормально. Мы месяца через два-три собираемся ехать на Уфу на восстановление зрения. Так как нам, доктора, разрешили полностью, полностью сказали, пожалуйста. Там на Уфе нам сказали, пожалуйста, хоть сегодня. Пройдите небольшой вот этот курс реабилитации, да, два-три месяца, и на Уфу. На Уфу тоже, само собой, тоже нужны деньги. В общем, надо будет три операции. Каждая операция примерно будет 120 тысяч стоить. Вот хотелось бы как раз в этот момент, и может быть, кто-то сможет еще помочь. Семья Зайцевых очень надеется, что лобинцы не оставят их в тот момент, когда осталось совсем чуть-чуть до исполнения заветной мечты юноши. Видеть окружающий мир, глаза отца, родную бабушку и тех, кто помогает ему в трудную минуту. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В субботу в Лобинске на территории первого микрорайона откроется новая детская игровая площадка. Появится она на месте пустыря. Такое решение приняли сами жители на сходе граждан. Желание горожан поддержали молодые депутаты городского совета. О ходе строительства смотрите в нашем следующем сюжете. Пока на месте будущей детской площадки работает техника. Уже завезены бетон и первое оборудование. Работы еще много, но к субботе ее планируют завершить. У ребят из первого микрорайона появится новое место для игры и отдыха. В марте нынешнего года проходил здесь сход граждан, на котором присутствовал глава города Алексей Николаевич Матыченко. И жители поставили очень четко, обозначили свою острую проблему, связанную с данным полем. Здесь постоянно возникают несанкционированные свалки, растет бурьян. И мы предложили выход сделать детскую дворовую площадку. Из собственных средств, средств молодых депутатов. Я, как депутат данного избирательного округа, Максим Иванович Артеменко помогает тоже некоторыми сооружениями. И Алексей Николаевич Матыченко помогает техникой. Допустим, по костровы, как вы здесь видите, здесь он практически по поясу, то и выше. Здесь уже только специализированная техника. У нас такой нет, и где ее нанять мы не знаем. Но Алексей Николаевич Матыченко дает от города. Сегодня после обеда все должно быть выкашено. И в субботу, я думаю, мы в торжественной обстановке откроем данную площадку для жителей этого микрорайона. Оборудованием площадка будет оснащена простым, но функциональным. Для малышей установят песочницу. Для детей постарше – футбольную площадку и баскетбольное кольцо. Родители смогут отдохнуть и заодно присмотреть за своими чадами на лавочках. Я думаю, это будет хороший подарок для детей, для жителей микрорайона. Здесь можно будет поиграть и в игровые виды спорта – волейбол, футбол, баскетбол. Позаниматься на турнике, на брусьях. Так что, я думаю, это будет хороший подарок, чтобы дети провели с пользой лета. Жители прилегающих улиц поддерживают инициативу молодых депутатов. Считают, что площадка пойдет микрорайону на пользу. Довольны, конечно. Нам веселее будет здесь, и дети будут играться. Детям же некуда деваться, действительно. Детям некуда деваться. Детям некуда. Пускай строят, конечно. Мы не против, конечно. Пускай строят. Радует, что к строительству подключаются сами жители. Некоторые отцы добровольно приходят помочь. Я как бы здесь живу, у меня дитё маленькое. Хочется, чтобы тоже куда-то ходил. Кто мы ходим, а что Дада и Воровского. Это хорошо, рядышком будет здесь. Я рад, что будет здесь площадка. И буду здесь футбол играть. Самая главная цель у нас, чтобы была всё травмобезопасно. Потому что, не дай бог, детки повредятся, ещё что-то. Мы этого допустить не можем. Для этого мы делаем всё в бетоне, консультируясь с профессиональными строителями, как сделать так, чтобы всё было прочно, надёжно и безопасно для детей. Организаторы надеются, что площадка станет народной. То есть, жители после окончания строительства сами будут следить за её состоянием. Следили, чтобы не было здесь ни мародёров, никого. То есть, сделать площадку – это полдела. Самое главное – её сберечь, сохранить, чтобы она служила именно для тех, для кого мы это делаем, а именно для детей. Чтобы они здесь занимались спортом, играли в футбол, баскетбол, кушали мороженое, наслаждались летними каникулами в нормальной обстановке. Если данная площадка здесь приживётся, она будет пользоваться спросом, мы со своей стороны гарантируем и дальше развивать какие-то дополнительные тренажёры создавать или какие-то ещё сооружения для того, чтобы всё это поле было задействовано нашими людьми. Ну а сейчас информация для тех, кто интересуется погодой. Наталья, чем порадуют синоптики жителей Лобинского района? Погода даёт нам передышку. В пятницу ещё облачно, но уже без осадков. А там посмотрим, какие сюрпризы готовит небесная канцелярия. На этом наш выпуск подошёл к концу. Всего вам доброго и удачной пятницы! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова